Система ховы здоровья у столицы станет больше десканалой. До конца года медики смогут пересесть на вертолет. Специальную плясовку по будучелям больницы худкой допомоги. Это позволит максимально оперативно доставлять пациента из разных регионов в ведущие клиники. А повысить якость экстренной медицинской подрымки у Минску позволит и новая подстанция худкой допомоги. Мы начали строительство в этом году подстанцией скорой медицинской помощи в микрорайоне Лошадца. Тот район, который интенсивно развивается, шла интенсивная застройка, он стал более густонаселенный. Там необходима новая подстанция. Кроме строительства мы занимаемся обновлением парка автомобилей скорой медицинской помощи. За последние три года, согласно программе «Здоровье народа», мы закупили 120 автомобилей. Все автомобили оснащены GPS-навигаторами, что позволяет оперативно отслеживать местонахождение бригады. Все это увидено на большой экран, и диспетчера видят, где находится автомобиль, какой автомобиль наиболее близко находится к поступившему вызову. Зараз спроектуются новые поликлиники. Дитячие заявятся в микрорайоне Сухарова. Яшедну побудуюсь в партизанском районе. Продолжение следует...